Всем огромнейший привет! Я в летней кухне. В летней кухне, говорю я, друзья, я пытаюсь определить, какой пух кому принадлежит. Так, ну вот это точно коза. Мы ее сегодня дощипали. Вот та коза, которая бегала такая, флешивая. Ну, увидели, да? Вот, пух с нее. 440 граммов получился. А рала как ненормальная. Так, и поэтому это нам не подходит. Это маловато. Здесь еще с нее стрички. А вот это должен быть козел. И я сюда пришла, чтобы перечесать на двунивку. В конце концов, надо заняться делом и напрять двунивку. Она уже давным-давно заказана, друзья. Но прежде, прежде, прежде нужно весь этот пух переработать. Вот, видели, какой. Я думаю, что это козел. Я даже в этом, можно сказать, уверена. Смотрите, какой он прелесть. И вот этот тоже, я его щипала за два раза. Так, понимаете, пух по оттенку может отлетиться. Как пухать, что-то потемнее. Да нет, это разные. Так, стоп, друзья. Нет, это не козел. Это что-то другое. Козла пойду искать. Видите? Он другой. Темнее, чем вот это. Козла, козла, вот он. Вот он одинаковый. Я его за два раза щипала. Смотрите, какая прелесть. На двунитку. Сейчас я завешу все сразу. А вот это вот, это у нас козу последнюю я привезла. Хозяйка от Талопух с нее, счесанной. То есть не сщипанной, а счесанной. Сейчас посмотрим. Я ее еще не смотрела. Вот такая коза, белеса. Я ее изначально брать не хотела, потому что она, ну, старый, черпух мне цвет не нравился. А потом, знаете, да пусть будет. Да? Зато он натуральный цвет. У нас любителей натурального много. Вот смотрите, волокно длинное. В общем, друзья, 955 граммов получилось щипанного пуха. Это у нас козел. Но я не весь его сощипала. У него там на пузике еще висит шерсть. И такая белеса. И ноги я у него не трогала. И шею. Но это вот, ну, прям вообще прелесть. Прелесть. Это на большой платок. Чесать мне придется, наверное, два раза. Я купила форель. Но на супчик из форели надо, конечно, заработать. Вот я поэтому пришла. Сначала работа, а потом супчик из форели. Вот так это все выглядит. Смотрите. Вот такой кардер у меня. Купила я его недавно. В телеграм-канале уже все в курсе, почему я сейчас разговариваю про форель. Но вам я предлагаю посмотреть, пока я буду чесать вот этот бат. Вы посмотрите. Я сегодня была в светофоре. В светофор я приехала. Комбалой хочу. Тут комбала вроде по 100 рублей была. Коврик универсальный. 289 рублей. Так, ладно, нам это ничего не надо. Штора рулонная. 441. Так, ладно, друзья, я вам, наверное, ценок не буду показывать. Наверное, все в светофорах бывали. У меня вот эти светильники. Линейный светодиодный светильник. Я, честно говоря, достала, что-то не поняла, как их подключать-то. За комбалой я приехала. Вот, надо взять платки и стирать. Маленькую вот такую хватит. Надеюсь, это правильная пальмира. Такая, какая надо. Не подделка. Пергамент силиконизированный. Кстати, у меня вообще его нет. Купим. Так, дальше поехали. Средство для труб гранулированное. Смотрите, здесь есть вот жидкое хозяйственное мыло. Я ни разу не брала. Но это наш химпром. Если не врут. А что оно-то? Одно такое, другое такое. Одно темное, другой светлое. Ну ладно, темное возьмем. Белизну гель. Вот у них контейнер хороший. 399 рублей. Как вы думаете, вот эта лапша яичная за 31 рубль, она нормальная? Попробуем. Возьмем, попробуем. Так, ну на консервы я даже не смотрю. Перец горький. 110 рублей. Наверное, вкусный. Каша кшенная в смысле. Не требует варки. Хлопья крупяные. Слушайте, я ни разу не ела. Давайте возьмем попробовать. В общем и целом, комбалы я в светофоре не обнаружила. И мало того, я там еще забыла, друзья, кошелек. Когда стояла на кассе, забыла кошелек. И возвращаясь домой, мне звонят здесь односельчане. Говорят, Тань, ты кошелек нашла? Я говорю, какой кошелек? Он говорит, на кассе забыл. То есть сейчас с развитием интернета. Вот у всех магазинов есть сайты. Но они быстренько выложили, что такой человек забыл кошелек. Ну все, до меня дозвонились. И я поехала, все это забрала. Из того, что я купила в светофоре, я уже сделала кашу. Вы знаете, мне понравилась. Отличная каша. Залила ее кипятком. Добавила туда маслом и сахаром. И хорошая каша получилась. Я пробовала вот эту, 7 злаков. Кашу 7 злаков. Я его по цветам сейчас не раскладываю. Я прочешу, а потом уже баты буду еще раз перечесывать. Я думаю, он у меня рассортируется. У меня на самом деле вон там за стенкой стоит чесальная машина. Орловчанка бытовая. Но она, друзья, не работает. Вот. И поэтому мне пришлось купить вот такой кардер. Кстати, не переживайте те, кто расстроился, что ему не хватит именно этого пуха на платок. Потому что пух вообще шикарный. Посмотрите, какой цвет у него. Это же просто прелесть. А пух-то какой. У меня есть еще хорошие козы. В общем, я так прикинула. По платку в месяц, друзья, я могу осилить. Вот и вам всем хватит. Стоимость такого платка 5100 грамм. Большой платок это где-то 700-800 грамм. Но, почитайте, 40 тысяч грамм и плюс вязальщицы. Так что вот так. Не надо мне говорить, что не все это могут купить. Да. Такой платок могут купить не все. Из такого более доступного тоже здесь платок. Сейчас будем заснимать. Сейчас прочешу немножко на барабане. На большом. Будем снимать. Вот одна в лосиной устье попалась. Видели, какая на нем устье? Белая и длинная. Кстати, кто не стоит, козьи пух электридонтис. У меня не закреплен на этом столе кардер тоже не закреплен. Ну, потому что для него нужен отдельный стол. Мне очень не удосуживает сделать. Вот такой матрасик получается. На мой взгляд, он сейчас немножко полосатенький. Но мы когда перечешем его, он будет лучше. Честно говоря, не особо. Мне нравится, как горит моя буржуйка. Она то и дело норовит потухнуть. Вот, смотрите. Вот так получилось. Я потом еще раз буду перечесывать. Ну, потому что этого недостаточно. Один раз пух не прочесывает. Он все равно и по цвету неоднородный. Но все равно, вот видите. Прелесть же. Вот так у меня получается. Именно этим я буду сейчас занята. Но сначала я вам смонтирую видео. И пока вы будете заняты тем, что смотрите мой небольшой видосик, я буду заниматься таким прочесыванием. Буду складывать вот так в ряд стопочкой. А потом из этой стопочки вот так вот отщипывать понемножку. Опять укладывать на второй раз. На второй прочес. Всем пока. Я не пойму, что за цены в этот сезон в магазинах у нас. Вообще все за даром овощи. Помидоры 117, но огурцы, правда, дорогие, 219. Я в начале введения санкции видео делала. Прямо в марте, наверное. Вот. Мы все ждали, что цены будут вообще запределены. Я бы вам хотела сказать, что практически все бесплатно. По сравнению с прошлым годом. Картофель 22. Смотрите. Тыква 66. Капуста 15. Она в прошлом году рублей 40 стоила. Лук репчатый все-таки 30. В прошлом году овощи были. Вообще не подступись. А в этом году, вот смотрите, какие цены. Мне прям так странно, честно говоря.